Какое бы вы здание не решили построить, промышленное, жилое, общественное или сельскохозяйственное, зачастую возникает достаточно серьезный вопрос, из какого материала делать стены и какой теплопроводности эти стены должны быть. Какой материал оптимальный для стен мы уже разбирали в предыдущем видео, ссылочка вот здесь вот будет, рекомендую посмотреть. А сегодня мы рассмотрим, как определяется толщина и теплопроводность стен, сопротивление стен теплопередачи, исходя из экономических особенностей эксплуатации объекта. Допустим, вы владелец производственного предприятия и решили расширить свою деятельность и сделать, например, новый цех по производству чего-либо. Экономическая составляющая у вас двойная. Во-первых, затраты на строительство непосредственно, то есть единовременные моментальные затраты. И дальше идут затраты на эксплуатацию. Затраты на эксплуатацию здания в первую очередь состоят из затрат на отопление здания, электроэнергию и так далее. Существенная доля денег уходит на отопление здания. Отопление здания можно сократить посредством утепления здания, то есть уменьшение теплопотерь всего здания за счет создания более теплого контура. Эта задача не такая простая, как кажется, потому что на самом деле теплопотери здания складываются из нескольких факторов. Это теплопотери через стены, теплопотери через окна, двери, теплопотери через вентиляцию. Это основные источники ухода тепла из здания. Таким образом, вы, как владелец предприятия, который хочет долговременно эксплуатировать это здание и при этом понести минимальные экономические потери на длинные дистанции, должен решить, какие стены ему принять оптимальные по сопротивлению теплопередачи, чтобы сэкономить и на строительстве, и не переплатить за отопление. Достаточно простого решения здесь нет, потому что, как я уже говорил, источников потерь много. Поэтому, чтобы решить эту задачу, мы должны посчитать с перспективой увеличения стоимости теплоносителя или газа, или электричества, чем отапливается ваше здание, например, на промежутке 10-15 лет, и сопоставить это с затратами на увеличение, например, сопротивления теплопередачи стен, то есть увеличение утеплителя, что будет дешевле. Данная работа, если вы как застройщик или владелец предприятия хотите ее провести, должна обеспечиваться и проектировщиком, и заказчиком. То есть, как мы это обычно делаем, если такая задача стоит, если владелец обеспокоен этим фактором. Мы прикидываем, какой период эксплуатации интересуют владельцы, то есть 10-15-20 лет. Считаем затраты на отопление с учетом увеличения затрат на теплоносители с учетом инфляции, которые нам сетевые компании всегда повышают каждый год. И экономические затраты, если мы, например, увеличим утеплитель на 5 сантиметров или на 10 сантиметров или на 15, все это мы сопоставляем вместе и принимаем решение, стоит ли нам в принципе увеличивать утеплитель с базового, или мы не увеличиваем и все это переносим на эксплуатацию, потому что затраты на отопление по нашим экономическим выкладкам настолько малы, что увеличение толщины утепления не имеет смысла. Расчет на толщину утепления проводится в комплексе. Мы делаем энергетический паспорт на здание, где учитываем все теплопотери через стены, через окна, через вентиляцию, чтобы определить оптимальную толщину утеплителя, потому что после определенных значений увеличивать толщину утепления стен бессмысленно, потому что основные теплопотери начинаются через окна и вентиляцию. Таким образом мы определяем оптимальную конструкцию стены, оптимальную толщину утепления, сопротивление теплопередачи. То же самое мы выполняем для кровли, то же самое выполняем для окон и дверей. Также можно применить специальные рекуперирующие устройства для вентиляции, но это уже экзотика, применяют это в нашей стране крайне редко. Если вам необходим подобный анализ, обращайтесь к нам, мы вам сделаем проект, просчитаем экономическую целесообразность тех или иных ограждающих конструкций и сэкономим вам деньги. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте жать колокольчик, еще будет много интересных видео, всем пока!